Привет, ребятки! Хочу поделиться новостюшкой с вами. Не далее, как вчера, на меня свалилась со всех сторон просто куча информации, что DaVinci выходит на планшеты, на iPad. И это новый iPad вчера. Тоже вчера вышло видео с презентацией нового iPad на процессоре M.2. И в том числе в презентации было очень-то прям уделено время тому, что на новом iPad теперь работает DaVinci. И это, судя по всему, даже такая отдельная приложуха. То есть это не полноценные DaVinci, которые просто портировали на iPad. А это видоизмененное приложение, потому что по видео, которое презентовали Apple и по другим источникам, видно, что приложуха немножко усеченная. То есть DaVinci сделали мобильную монтажку. Я не знаю, хорошо или плохо. Наверное, все-таки хорошо. Хорошо, потому что я мобильными монтажками тоже пользуюсь. Если я куда-то выезжаю, в путешествие куда-то, я снимаю на телефон абсолютно без зазрения совести и в этом же телефоне монтирую. Единственное, что я не уверен, что с iPad монтажка DaVinci переползет еще и в телефоны, ну, как минимум в iPhone. Я не уверен в этом. Ну, если это будет, это будет на самом деле хорошо, потому что планшет специально для монтирования DaVinci я покупать, честно говоря, не собираюсь. Потому что я перешел на Mac. Да, на процессоре M1 это хорошо, но чем будет лучше тачскриновская версия DaVinci, она еще и будет усеченная. То есть видно, что всего пару вкладок есть. Нет отдельной вкладки, например, Delivery. Но есть работа в Color, то есть красить видео мы тоже можем в планшете. В общем, я думаю, что функционально DaVinci практически вся перетекла в планшет. И это уже немножко лучше, чем простая мобильная монтажка, потому что мобильные монтажки, они отличаются урезанностью функций. То есть там вы можете склеить видосик достаточно просто, езди, переходы и так далее, и так далее. Но как минимум DaVinci это для меня, например, это очень привычный инструмент. И мне будет гораздо, например, удобнее в DaVinci работать. Но еще раз повторюсь, я навряд ли буду работать в этой мобильной DaVinci. Потому что для нее покупать новый iPad, который стоит 800 баксов базовый и 1000 хвостикон баксов топовая версия. И вот покупать за штуку баксов еще один девайс, я не вижу для себя смысла. И про минусы возможные для меня, например, что теперь Blackmagic придется уделять время еще и отдельной монтажке для планшетов. Потому что мне кажется, это все-таки отдельный продукт, на который будет уходить много времени, как минимум на допиливание. Потому что я уверен, зная Blackmagic, я уверен, что там повылазит много косяков. Потому что, ну в любом случае, когда выходит новый продукт, вылазят какие-то косяки. Я думаю, что тут тоже косяки будут вылазить. То есть Blackmagic придется их допиливать. Соответственно, моя настольная версия монтажки будет страдать от потери внимания. Так что есть и минусы в этом. Ну, не знаю, как для вас, минус это или плюс. Плюс, может вы, если собрались покупать новый iPad, то да, то для вас это прям реально плюс. Потому что вы в путешествии с собой взяли iPad, хотя он не сильно-то и меньше, чем даже вот MacBook Pro, который тоже небольшой. И чтобы нормально работать, чтобы удобно было, вам надо все равно к нему еще докупить клавиатуру. То есть по большому счету, ну разве что может какая-то экономия в цене небольшая. То есть iPad плюс клавиатура, хотя нет, слушайте, штуку баксов стоит новый планшет. Я не уверен, что даже в деньгах будет экономия. И я не знаю, я не знаю, для кого сейчас это радостная новость, честно говорю. Потому что мне кажется, все-таки есть смысл брать уж компьютер, лэптоп, ноутбук и монтировать на нем. Вот такие вот мои размышления и такая вот новостюшка. Ну и очень хочу фидбэка от вас, потому что я много фидбэка встречал на америкосовских форумах. Там народ в недоумении, но многие радуются, потому что для америкосов там тысяча долларов это не такие большие деньги, как для нас сейчас. В условиях войны особенно. И для нас это, наверное, не такая уж и большая радость. Но вот там народ весь радуется, очень радуется. Поэтому жду от вас комментов ваших, какие ваши мысли по поводу выхода DaVinci на планшеты. Хорошо это или плохо, или вообще наплевать. Вот так вот, ребят, до встречи. До встречи в воскресенье, ребят, пока.